всем привет ребята меня зовут ирина ясинская и случилась очень неприятная ситуация сейчас моим парнем димой дело в том что он оставил свой телефон и я никогда такого не делала но в этот раз почему-то меня как-то подстегнуло и я решила покопаться в его смс-ках в итоге я нашла смс-ки спокойной ночи во сколько ты завтра будешь и так далее там было несколько смс-ок то есть я так понимаю что он их удаляет в итоге у меня закралась такая мысль что мой парень мне изменяет я не знаю как он будет оправдываться в итоге я очень долго это в себе копила и в итоге я в общем позвонила по одному номеру где предоставляется в аренду детектор лжи чтобы напрасно не устраивать скандалы я решила диму проверить на детекторы лжи ребята и сейчас только что от меня ушел человек который принес мне оборудование которое подключается к телу человека вот а все данные идут на телефон то есть он разработал приложение которое я скачиваю с телефона и данные датчики которые идут вот именно от того кого опрашивают они идут на телефон и сейчас я вот установила это приложение в итоге его после подключения если он конечно согласится нужно будет дотрагиваться пальцем и программа будет говорить правда это или ложь ребята вот сюда я его короче говоря хочу посадить и я вам сейчас более мнение расскажу что будет происходить вот специальное такое оборудование здесь куча-куча-куча проводочков которые будут подсоединяться при помощи проводов к моему телефону вот здесь вот в этом чемоданчике который оставил мне этот человек именно и есть то самое оборудование но если он меня любит то он ответит всю правду и мы все поймем здесь провода вообще человек который был здесь он мне все объяснил как подключать значит это специальные тесты для вопросов вот всего будет 9 вопросов ну как в принципе можно сколько угодно вопросов задавать только начинать сначала первый вопрос датчик подает сигнал и здесь она здесь записывается специальная здесь вставлен диска который будет записывать все показания датчиков изолента которая поможет прикрепить провода к человеку которого буду опрашивать в данном случае моему парню и вот основной инструмент детектор лжи то есть это вот этот датчик от которого идет кучу-кучу проводов ребята и ребят в итоге вот это крепится к руке вот это крепится к пальцам вот эти вот провода все столько проводов это просто жесть и вот это вот одевается на голову тоже тут прикреплен датчик и в общем это все будет заходить вот в этот вот аппарат через провода и также потом синхронизироваться в мой телефон все ребят короче я все сейчас буду снимать им пришел дим иди сюда заходи садись садись короче такая ситуация короче ситуация такая вот несколько дней назад ты оставил свой телефон дома и я короче никогда так раньше не делал но вот меня что-то заставило я прочитал там sms дело в том что я подготовилась я взяла в аренду оборудование для того чтобы проверить тебя на детекторе лжи и конечно я перед началом спрошу согласен ли ты пройти детектор лжи здесь сейчас без посторонних людей и ответить мне на них правду сзади тебя приложение и здесь куча еще ну проводов которые я подключу к тебе чтобы не понимать обманываешь ты меня или нет я вижу дим что ты постоянно там удаляешь потому что были sms ки там буквально четыре штучки и добрые ночи и стыд и т.п. и как ты это знаешь понятное дело что мне было там зайчик солнышко тоже если бы это так было написано понятно было все сразу но это же пойми меня когда человек с работы там не знаю девушка тоже парень такого не будет писать напишет там доброй ночи как ты считаешь мне кажется все таки не по-дружески ну в общем и у меня предложение к тебе такое чтобы ты прошел сейчас детектор лжи ты готов да у меня есть еще пара вопросов в принципе раз я арендовала потому что это достаточно дорого стоит аренда на час и поэтому нам нужно поторопиться потому что сейчас уже за ним и придет и все просто я подключу быстро а приложение ты будешь пальцем нажимать и импульсы будут передаваться и будет отвечать правду ты говоришь или ложь вот это все оборудование вопросов будут короткие ты должен будешь ответить да или нет да и нет коротко нельзя там размышлять короче все мне это надоело потому что меня реально уже трясет я щас буду тебя подключать ко всем этим проводам но и дело в том что ты будешь честен не только передо мной но и перед моими подписчиками чтобы они как бы все это дело видели ребят сейчас буду я все подключать потому что как не объяснила этот человек тут процесс такой достаточно длинный дима сидит сейчас шоке я его каш прекрасно понимать сейчас вот этот датчик который будет писать я буду подключать к своему компьютеру так вот так все готово это датчик который будет записывать то что эти но как бы доказательства датчик с цифрами с вопросами то есть я буду задавать вопрос нажимать на цифру и он соответственно должен отвечать так я его подключаю к своему компьютеру так вот сюда так все теперь подключен датчик с цифрами отлично тебе нечего сказать в свое оправдание этого смотрим это запасной вот этот провод так ребят вот именно вот этот провод вот этот вот он как раз через программу вот здесь вот я его подключу сейчас так стоп ага он как раз пойдет моему вот телефону сейчас вот то есть вот этот провод подключать к моему телефону а еще вот эта вся система она подключается именно к тому же оборудование так сейчас я поставлю чтобы ребята было видно что эти подключаем так закатай пожалуйста рукава вот про это левой руки левый так это датчик на голову объяснял что надо все с левой стороны не знаю почему может быть это а ну потому что у ты ты же прошла ты пишешь правый правой рукой вот а за правую руку и за правую часть тела отвечает ну левая сторона мозга поэтому правшу всегда проверяет с левой стороны так надо вот сюда вот подключать а если там в смысле это обман и проверенные все отзывы я прочитала ты знаешь еще сколько стоит какой обман ну если ты не веришь как бы это понятное дело то есть это твоя позиция что ты не веришь в детектор лжи но в основном этот детектор лжи и этот врач который все мне это посоветовал он все только не тряси руками он сказал что все это стопроцентная правда то что какие ответы выдает его детектор лжи так теперь мне нужно к руке твоей подключить все вот эти вот проводочки так так погоди так он еще там оставил изолентом не чтобы закрепить вот этот датчик на ладонь раскрой ладонь раскрой ладонь сейчас этот датчик будет на твоей ладони немножко будет он сказал покалывать потому что это будут еще и только небольшие покалывание током но потому что он же должен реагировать на то что ты говоришь там правду или неправду так отлично и теперь вот эти датчики сейчас их нужно разобрать каждый я подкреплю к твоим пальцем так подожди у меня много сотрясений мозга и это ни на что не влияет я тоже про это спрашивал так погоди вот и вот этот датчик получается сейчас вот к этому пальцу я подключу вот это датчик он сказал к среднему к среднему не надо убери так сейчас может пока скажешь правду действительно что у тебя есть любовница и ты мне изменяешь какая любовница может быть ты с ума сошла мне и время на это нет может быть мне писал кто-то какой-то человек это мужчина может быть ты там спросил как вы может шут кто-то что-то тебе написал я ничего не спрашиваю я просто прочитала так и на вот этот палец вот этот так все теперь ты можешь положить спокойно руку спокойно погоди вот он сказал что нужно на ровную поверхность положить руку сейчас подожди нет вот к сюда клади он сказал что на ровную поверхность и так ребята вот я подключил диму ты положи и прям руку руку положи она у тебя лежит все все должно быть в спокойном состоянии смотрите ребята вот здесь вот я подключила руку на ладонь детектор переверни я покажу детектор который считывает все импульсы на пальцах тоже потом это идет выше на руку и отсюда идет уже провод вот сюда на голову тоже здесь датчик и сейчас я беру так подожди блин я самое главное это забыл вот этот шнур еще вот отсюда который идет вот этот мы его подключим вот к этому вот вот к базе сейчас вот этот шнур мы подключим вот сюда итак начнем ну первый вопрос наверно банальный покажется но мне нужно проверить ну как бы правда или нет ну как бы правда это или нет тебя зовут дима на эту кнопку середину нажимай держи держи пока пока ответ не дадут правда хорошо это правда так следующий вопрос ты не любишь кроме себя это это всегда знал даже детектор лжи подтверждает что ты никого не любил ребят это просто пипец какой-то хорошо ты меня любишь ты меня любишь но никого никогда не любил значит он воспринимал это как раньше никого никогда не любил а сейчас я говорю что это обман это мошенники мошенники тебе хотят обмануть деньги из тебя выудить дим ты все это придумываешь специально чтобы дим я нашла в твоем телефоне переписку с какой-то тёлкой да не было никакой ты мне изменяешь изменял нет ложь детектор лжи говорит что это ложь твой ответ нет это ложь этого не может быть у тебя на работе был флирт с другой девушкой нет твой ответ точно нет флирт какой еще флирт флирт давай посерьезней блин дим флирт обычно девушки красиво ходят а ты им стреляешь глазками было такое да или нет нет давай давай хорошо ладно этого не было но все равно мой вопрос он самый самый такой критичный а тебе писала твоя девушка в телефоне переписку которую я прочитала доброй ночи когда тебе пожелали это писал девушка ты знаешь о ком идет речь кто это писал ты знаешь я не знаю кто это писал может быть это из банка кто-нибудь может быть это кто-то просто решил разыграть меня да ты переписывался ты написал спасибо ты прекрасно знаешь с кем ты переписывался ты врешь давай я тебя спрошу ты знаешь с кем ты переписывался нет это ложь ты прекрасно знаешь с кем ты переписывался прекрасно знаешь и меня просто обманываешь я не знаю сейчас уже времени мало остается потому что сейчас уже придет уже человек за этим я арендовал только на час и самый главный вопрос это девушка кто тебе писал раз ты знаешь кто это это девушка да да в смысле я же тебе говорю что это мужчина мне писал от этого мне не легче в смысле мужчина он тебе пишет доброй ночи это только может быть извините я думаю ребята вы все поняли что если мужчина мужчине пишет доброй ночи что это за мужчина если мужчина мужчине пишет ночью доброй ночи так как говорит детектор лжи значит это мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации тебе что гей пишет нет тебе пишет гей это вопрос нет точно он не гей это все было поработать да или нет тебе пишет гей нет да блин тогда я не понимаю как мужчина мужчине может писать доброй ночи если он нормальный мужчина ты хочешь сказать что у тебя такой друг который тебе каждую ночь желает доброй ночи я не вообще я не понимаю это это мужчина я тебе еще раз говорю ты зря меня ревнули может быть он просто понял что я телефон где-то оставил меня искал хорошо о чем была эта переписка ты можешь мне сказать а я откуда знаю я ее не читал дим тебе написали доброй ночи ты сказал спасибо до этого были какие то сообщения они удалены я не знаю почему они удалены я не знаю может быть эта переписка вообще не моя может быть кто это писал с моего телефона угу и ночью написали на твой телефон доброй ночи ты мне врешь я не знаю ты мне сейчас врешь ответь на вопрос нет я тебе не вру нет нет ответь еще раз нет ты мне сейчас не врешь хорошо это было по работе хорошо хорошо это было по работе ты мне не изменяешь давай еще раз убедимся точно что ты мне не изменяешь сейчас я задам вопрос только спокойно не нервничая ничем не дергая рукой мы не дергаем рукой мы не дергаем чтобы провода там ничего не мешает спокойно итак последний вопрос ты мне хоть когда нибудь изменял хоть когда нибудь раньше сейчас или планируешь изменить ты мне изменял ты мне изменял не 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 дим дим не дорого и блин 200 долларов отдала датчики чуть-чуть делаешь блин если ты изменяешь что-то ты признай тогда блин чё не надо куда пошел ребят ну вы сами все видели короче на какие-то вопросы он мне не врет на какие-то вопросы он отвечает правду к сожалению уже пришел человек который должен забрать детектор лжи время закончилось и у меня нет сейчас средства продлить его и узнать всю правду но если но если у меня получится и вы захотите чтобы я позадавала ему какие-то другие вопросы напишите какие в комментариях если он конечно еще сядет за этот детектор лжи в общем ребята я не знаю что теперь в чем он меня обманывает то есть изменять он не изменяет врать он не врет в каких-то моментах может я просто неграмотно какие-то задаю вопросы в общем я не знаю ребята жду вас в новых своих видео каждый день в 15.00 на обоих каналах ирина есинская есинская pets там кстати сейчас тоже выйдет новый ролик со страшной историей и я вас очень сильно люблю все всем пока